Более 50 прокатов в минуту. Такое резиновое колесо в установке на колейность имитирует движение автомобиля по дороге. Спустя 6 часов по образцу асфальта можно будет понять, в каком состоянии будет дорожное покрытие, спустя 3-5 лет постоянного его использования. Вынимаю образец из воды, в течение 10 секунд промакиваю и взвешиваю уже на воздухе. В соседнем цехе асфальтовые шайбы проверяют на плотность и воздушные пустоты. Современная лаборатория прямо на производстве позволяет следить за качеством исходных материалов выпускаемой продукции и корректировать состав прямо во время работы. Мы делаем порядка 6-8 марок асфальтобетона. То есть мы кроме того, что выпускаем и работаем на объектах БКД, то есть ремонт и капремонт, там особые требования. Эти все сорта новый завод выпускает. Новое оборудование на асфальтобетонном заводе в Гавриловьямском районе появилось весной этого года. Старая установка не справлялась с возросшими объемами и новыми требованиями к продукции. В июне 2020 года ГОСТы к материалу дорожного покрытия изменились. Что касается самих материалов, то качество визуально очень хорошее. При укладке мы отмечали для многих уже подрядных организаций хороший сам материал. И отмечали также, скажем так, и технику, которая используется при уплотнении и подготовке. Производительная мощность завода – 160 тонн асфальта в час. Причем предприятие может делать материал сразу нескольких видов в зависимости от его предназначения. Для ямочного ремонта, районных дорог или построенных в рамках национального проекта БКД. В целом, по реализации национального проекта у нас уже ввезено более половины объектов. Более 80 километров уже принято в эксплуатацию. Все компании практически в их сроках. Опасений на реке у нас таких больших нет. Есть трудности, с которыми мы справляемся и выполняем поручения губернатора Дмитра Юрьевича Веронова по реализации национального проекта. Уже в этом году начинается строительство еще одного асфальтобетонного завода. Располагаться он будет в Никаузе, что возможно положительно отразится на темпе строительства дорог в северной части Ярославской области. Наталья Антонова, Георгий Иванов. День в событиях. Продолжение следует... Продолжение следует...